Куча долгов и куча мусора. Вот что нажили за годы, проведенные вместе, управляющая компания «Жилищник-5» и жители 30-го дома по Красному пути. Друг другом стороны, конечно, недовольны, но расстаться вот так им не позволит администрация. Ну, обо всем по порядку. Мусора, как на городской свалке, но нет же. Куча хлама расположилась прямо в центре Омска. Стоит лишь свернуть с Красного пути. Это задворки известной чародейки. Жители 30-го дома и их соседи выносят ссор из квартир сюда. Но уже месяц помойка не вывозится. Грязь и запах еще полбеды. Куча большая. Естественно, появляются грызуны. И после этой свалки они начинают расползаться по окружающим домам. В том числе и к нам они тоже пожаловали. Состояние сотрудничества, естественно, было шоковое. Нам пришлось принимать экстренные меры, покупать отраву. Травить грызунов и убирать мусор больше некому. От жильцов ушла управляющая компания. В течение октября месяца накопление мусора происходит вот на этом месте. Жилищник 5 поясняет, что они отказались в связи с долгами жильцов. Но в связи с тем, что они отказались от жильцов, но есть здесь жильцы, которые платят. Платят охранное предприятие, платят рядом расположенные организации. Управляющие компании с журналистами общаться отказались. Пришлось действовать через жилинспекцию. Выяснилось, общий долг жильцов 400 тысяч. Нам удалось пообщаться с генеральным директором управляющей компании, жилищник 5 господином Зайцевым, и были представлены документы, что на сегодняшний день имеется задолженность, и что от жителей они получают в пределах 50 тысяч рублей в месяц. И, естественно, обслуживать данные средства – это крайне затруднительно. Однако жилищник 5 не вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Либо по окончанию срока договорных отношений, либо через суд. Со стороны жителей в наш адрес не поступало, но администрация города Омска обязана провести конкурс, если жилищник 5 отказался. Но также можно опротестовать данное решение жилищника 5, что они неправомерно это сделали. Жильцам и арендаторам помещений 30-го дома рекомендуют провести общее собрание и решить – возвращать жилищник 5 или заключать договор с новой управляющей компанией, а после написать заявление в жилинспекцию. Хорошо бы еще повлиять на неплательщиков. Анна Рыбина, Василий Мельниченко, Сергей Гаврилов, Антенна 7. И, как нам стало известно сегодня, куча мусора за чародейкой исчезла. Ее убрал жилищник 5, лед тронулся. Теперь жильцам управляющей компании предстоит договориться о дальнейших отношениях – воссоединиться, расстаться полюбовно или через суд. В любом случае долги жильцам никто не простит.